Украина готовит «Байрактары» для ударов по целям в России. Военный эксперт Александр Хроленко считает, что рост напряженности в Донбассе и применение вооруженными силами Украины «Байрактаров» — демонстрация безрассудства Вашингтона и Киева, которые не могут отменить Минские соглашения или запуск «Северного потока-2» в обход Украины. «Байрактар-шоу» от ВСУ отражает реальность, в которой Вашингтон использует Киев как примитивный инструмент для противостояния с Москвой. Настораживает тот факт, что, по данным украинских источников, в начале ноября на передовую будут переброшены подразделения ВСУ, вооруженные американскими противотанковыми ракетными комплексами «Джевелин». Очередная партия этих комплексов, способных уничтожать не только бронеобъекты, но и в процессе наступления долговременные огневые точки противника, была доставлена в Украину на днях из США военно-транспортными американскими самолетами. Ранее Пентагон делал в ВСУ подобные поставки ПТК и организовал соответствующую подготовку расчетов для их эксплуатации. Совсем недавно США доставили в Украину и другие средства, способствующие модернизации вооружений ВСУ, какие в открытом доступе нет. По оценкам наблюдателей, это электронная начинка для точного наведения средств ракетной артиллерии и авиации. Между тем все действия по наведению ракет и артиллерии на цель будут, похоже, осуществляться именно с использованием байрактаров и других радиоэлектронных средств, разрабатываемых в странах НАТО. Телеграм-канал Рыбарь сообщает, что на территории Украины развернута полноценная сеть ретрансляторов, которые позволяют наладить скоординированную работу разведывательно-ударного комплекса Украины. Известный донецкий командир ополчения Александр Ходоковский и многие другие военные эксперты считают, что ВСУ продолжит боевое применение беспилотников Байрактар Ти-Би-2 в Донбассе и для этого необходимы ответные адекватные действия. Он и многие другие специалисты крайне критически относятся к высказываниям некоторых экспертов на российском телевидении о якобы невысоких боевых возможностях байрактаров. Авторы телеграм-канала «Южный ветер» считают, что беспилотник байрактар при наличии прибрежной сети ретрансляторов может улететь на 150 километров от берега, а видеть еще на 40-50 километров вдаль, в том числе ночью и вне зависимости от радиолокационной заметности цели и работы ее радиоизлучающих средств. Этого вполне достаточно для навигения ракет-комплекса «Нептун», заявленная дальность 280 километров, на цель. При этом сам турецкий беспилотник на таком удалении обнаружить будет проблематичное, считают они. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал Dimas Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Dimas Субтитры создавал DimaTorzok